Наглядный урок. Евангелие от Марка, 12 глава, с 35 по 44 стих. Продолжая учить в храме, Иисус говорил. Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй у меня, доколе положу врагов Твоих в подножии ног Твоих». Итак, сам Давид называет Его Господом. Как же Он Сын Ему? И множество народа слушало Его с услаждением. И говорил им в учении Своем, Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им. Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка Своего, а она от скудости Своей положила все, что имела, все пропитание свое. Размышления, часть первая Остерегайтесь лжеучителей Евангелие от Марка, 12 глава, с 35 по 40 стих Красивые слова еще не означают, что произносящий их говорит истину. Но иногда, если учитель говорит долго, и его слова звучат профессионально, или у него есть положение и звание, мы автоматически начинаем думать, что его учение истинно и верно. Конечно, есть много хороших учителей, людей умных и порядочных. Есть, однако, учителя и совсем другого склада, которые злоупотребляют своим положением и учат тому, что на их взгляд выставляют их в нужном свете. Уча народ, Иисус предупреждает о таких лицемерах. Пусть Бог даст вам проницательное сердце и острый ум, чтобы лжеучителя не обманули вас. Изучаете ли вы Божье Слово лично? Активно вникайте в Божье Слово, когда слушаете проповеди или участвуете в библейских занятиях. Размышления, часть 2. Правильное отношение к даянию. Евангелие от Марка, 12 глава, 41 по 44 стих. «Богу не нужны наши деньги, Он – Творец всего. Ему не нужно наше время, в Его распоряжение вечность. Он говорит нам что-то отдать, чтобы нам и другим людям открылось подлинное состояние нашего сердца. А еще ради того, чтобы мы упражнялись в вере. Когда мы даем от избытка, то даем, потому что можем себе это позволить. Когда же даем даже в скудости, то даем, потому что полностью полагаемся на провидение Бога и понимаем, что все, что нам принадлежит, на самом деле – Его». Таково правильное отношение к даянию. Давайте в богатстве и в бедности. Всегда отдавать лучше, что имеем с благодарным и радостным сердцем. Бог способен создать все, что угодно из ничего. Поэтому ясно, что Ему незачем считать деньги. Когда вы приносите Ему все, что имеете, Бог может употребить это во славу Свою. Молитесь и смотрите, что Он делает. Молитва. Отец Небесный, пожалуйста, открой мое сердце и разум для Слова Твоего. Наполни меня познанием Тебя и мудростью. Я отдаю Тебе все, что имею – деньги, время, сердце и жизнь. Пусть это будет угодной Тебе жертвой. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.